И мы говорим о ней не в каком-то загрузе, а немножечко проще. Йога появилась в моей жизни достаточно неожиданно и в нужный мне момент, потому что в какой-то степени у меня были небольшие проблемы со здоровьем, и как-то вот мне двоюродная сестра посоветовала заняться йогой. Йога мне очень помогла, я занималась 4 месяца каждый день, и я поправила свое здоровье. Скажу честно, чтобы получить результат, даже тут не будем говорить о йоге, в любом спорте, в любом фитнесе, в любой диете, вообще в любой какой-то деятельности, нужно время, то есть нужно какое-то время действительно этому посвящать. Мы не можем накачать пресс, просто сутки покачать их без перерыва и надеяться на то, что 24 часа закачивания пресса, завтра появятся кубики. Нет. Организм это такая сложная система, которая очень любит выдержку, да, то есть привычку какую-либо. Поэтому для того, чтобы получить результат, нужно какое-то время, хотя бы месяц, два, может быть и три, находиться в этом процессе. То есть если вы садитесь на какую-то диету, если вы хотите просто похудеть, элементарно нужно сесть на правильное питание и питаться правильно не один день, не два дня и не два раза в неделю, а именно на протяжении какого-то долгого времени, месяц, два, чтобы этот процесс просто начал запускаться. Поэтому йога также, она, конечно, начала давать мне результат именно после двух, двух с половиной месяцев, только я начала ощущать, что начинало происходить со мной. И, кстати, где-то вот я просто читала до этого, был вопрос по поводу того, что многие считают, что йога это там определенная секта, да. Ребят, да, скажу честно, что я не скрою, наверное, вокруг очень много различных сект, и скажу так, что любое фанатство, фанатство в чем-либо, да, если человек слишком чрезмерно занимается даже любым профессиональным спортом, если он просто себя изнашивает там, то в какой-то степени это начинает там ему вредить, да. И если говорить о йоге, то кундалини-йога, которой я занимаюсь, это больше относится к гармонии с собой, друзья. Да, это является определенной какой-то духовной практикой. Но, наверное, в начале, когда я начинала заниматься йогой, вот именно начальный путь, когда я еще мало о ней знала, я очень погрузилась туда. То есть я погрузилась туда с головой, я начала изучать всю литературу, мне нужно было знать и понимать, чем я занимаюсь и что в итоге я даю людям, да. Вот. А потом, конечно, все это уже переходит в какой-то баланс, потому что в какой-то степени йога – это тоже какое-то сбалансирование. Во всем должен быть баланс. То есть здесь момент того, что даже любая вера, она может быть фанатской, любая вера может доходить до какого-то сектанства, да, чересчур, слишком много. Вот. Поэтому, друзья, я сейчас отвлекусь на буквально какое-то коротенькое время, потому что вот нужно мне кое-что сейчас кое-кому ответить. Друзья, сейчас я прервусь и выйду на связь. Кто-то нас постоянно пытается отвлечь. Непонятно. Всем что-то нужно сегодня. Никто не дает нам с вами пообщаться нормально. Друзья, да, присоединяйтесь, потому что я говорю, что сегодня что-то всем именно в трансляции приспичило. нужно звонить. Так, ну что, продолжаем. Так. А что-то я уже до конца дошла. Как так? Лена, как ты относишься к критике? Часто ли сама критикуешь? Я вообще стараюсь не критиковать и не осуждать людей. И вообще считаю, что это неправильно со стороны других людей. Ведь каждый человек на самом деле делает определенные действия в зависимости от каких-то обстоятельств, какого-то своего внутреннего состояния. И каждый человек добивается и достигает того, чего он может достичь. и осуждение, и критика, я считаю, что это не очень правильно, потому что не суди, не суди, мы будете. Вот. Так что советую тоже меньше осуждать других людей. Критика, она, конечно, в какой-то степени нужна, в какой-то степени необходима, но только, наверное, от дорогих, любимых людей. Ну, то есть, любая критика, она все равно должна фильтроваться, то есть, все равно должен быть какой-то внутренний фильтр, который дает прислушаться к внутреннему, своему ощущению, как вы считаете на самом деле. Потому что вы можете, не знаю, вы можете быть внутри каким-то невероятно талантливым художником, нарисовав одну первую неудачную картину, вас закритикуют, и вы поймете, что это не ваше. И прислушаетесь к этой критике, и бросите то, что на самом деле является абсолютно вашим внутренним каким-то потенциалом. Поэтому критика критики рознь, как говорится. Всегда нужно чувствовать свое внутреннее чутье и двигаться, наверное, по вот этим внутренним каким-то ощущениям своей внутренней какой-то вот уверенности. Так, кто спрашивает, а перископ только на айфоне? Я не знаю, я честно не знаю. Я вообще такой не очень человек, который любит как-то соприкасаться с техникой, потому что я не очень разбираюсь, по сути, в компьютерах, даже, по сути, в телефонах. Вот, я больше человек, наверное, видящий что-то именно в жизни такое. Мне интересно что-то делать, мне интересно что-то реализовывать, что-то придумывать. А вот именно понимать технику и разбираться в каких-то программах – это точно не мое. Часто ли приходится идти на поводу у эмоций? Эмоции – это вообще дело такое, очень в какой-то степени иногда помогающее, а в какой-то степени иногда отключающее мозг, потому что все мы эмоциональны, все мы всегда чувствуем что-то, ощущаемо, но бывают такие моменты, что эмоции слишком уж идут вперед паровоза. И тогда мы можем делать какие-то действия, которые нам не соответствуют. Что касается меня, честно, я стараюсь очень сильно контролировать свои эмоции. Наверное, в этом меня в какой-то степени тоже научила йога, какой-то, наверное, внутренней гармонии, потому что иногда, когда есть вот эти вот какие-то чересчур мощные эмоции, иногда даже которые мне мешают, я просто стараюсь себя не то чтобы сдерживать, я просто стараюсь делать так, чтобы эти эмоции просто, наверное, не возникали. Но смотря, конечно, о каких эмоциях идет речь. Так, ну что тут еще? Ну что тут еще? Так. Ися вот кричит у меня, у нее опять период того, что она зовет. Она опять, наверное, хочет рожать, но нет, хватит с нее уже. Так, ну что-то я вот смотрю. Сейчас еще какие-нибудь вопросики. Что-то я уже почему-то дошла до конца. И ничего, что-то я уже не вижу. Какие твои любимые песни, кто-то спрашивает. Не могу сказать. Музыка это очень такая глобальная вещь. Я просто могу слушать все, что угодно. У меня нет такого, что я включаю одну песню и заслушиваю ее до дыр. Музыка, она в таком большом разнообразии. Я просто, не знаю, в машине включаю радио, слушаю абсолютно различные песни. Конечно, мне может что-то заесть в голову, какие-то песни, которые действительно запоминаются. Но конкретно каких-то любимых песен, наверное, нет. Как ты относишься к маникюру? Замечательно отношусь. И вообще считаю, что маникюр должен быть. Так. Так. Как долго ты занималась йогой, прежде чем ощутила большие... У меня батарейка садится на телефоне. Прежде чем ощутила большие результаты, какие изменения с тобой произошли? Ну, давайте, да, немножечко, наверное, поговорим о йоге. И поговорим о ней не в каком-то загрузе, а немножечко проще. Йога появилась в моей жизни достаточно неожиданно и в нужный мне момент, потому что в какой-то степени у меня были небольшие проблемы со здоровьем. И как-то вот мне двоюродная сестра посоветовала заняться йогой. Йога мне очень помогла. Я занималась 4 месяца каждый день. Вот. И я поправила своё здоровье. Скажу честно, чтобы получить результат, даже тут не будем говорить о йоге, в любом спорте, в любом фитнесе, в любой диете, вообще в любой какой-то деятельности, да, нужно время. То есть нужно какое-то время действительно этому посвящать. Мы не можем накачать пресс, просто сутки покачать их без перерыва и надеяться на то, что 24 часа закачивания пресса завтра появятся кубики. Нет. Организм – это такая сложная система, которая очень любит выдержку, да, то есть привычку какую-либо. Поэтому для того, чтобы получить результат, нужно какое-то время, хотя бы месяц, два, может быть и три, находиться в этом процессе. То есть если вы садитесь на какую-то диету, если вы хотите просто похудеть, элементарно нужно сесть на правильное питание и питаться правильно не один день, не два дня и не два раза в неделю, а именно на протяжении какого-то долгого времени, месяц, два, чтобы этот процесс просто начал запускаться. Поэтому йога также, она, конечно, начала давать мне результат именно после двух, двух с половиной месяцев, только я начала ощущать, что начинало происходить со мной. И, кстати, где-то вот я просто читала до этого, был вопрос по поводу того, что многие считают, что йога – это там определенная секта, да. Ребят, да, скажу честно, что я не скрою, наверное, вокруг очень много различных сект, и скажу так, что любое фанатство, фанатство в чем-либо, да, если человек слишком чрезмерно занимается даже любым профессиональным спортом, если он просто себя изнашивает там, то в какой-то степени это начинает там ему вредить, да. И если говорить о йоге, то кундалини-йога, которой я занимаюсь, это больше относится к гармонии с собой, друзья. Да, это является определенной какой-то духовной практикой. Но, наверное, в начале, когда я начинала заниматься йогой, вот именно начальный путь, когда я еще мало о ней знала, я очень погрузилась туда, то есть я погрузилась туда с головой, я начала изучать всю литературу, мне нужно было знать и понимать, чем я занимаюсь и что в итоге я даю людям, да. Вот, а потом, конечно, все это уже переходит в какой-то баланс, потому что в какой-то степени йога это тоже какое-то сбалансирование, во всем должен быть баланс. То есть здесь момент того, что даже любая вера, она может быть фанатской, любая вера может доходить до какого-то, до какого-то сектанства, да, чересчур, слишком много. Вот, поэтому, друзья, я сейчас отвлекусь на буквально какое-то коротенькое время, потому что вот нужно мне кое-что сейчас кое-кому ответить. Друзья, сейчас я прервусь и выйду на связь.